Всем привет, дорогие мои друзья! Вы знаете, где я нахожусь? Села на лавочку возле дома. Сижу, отдыхаю. И вы знаете, что? Сижу я не одна. Со мной знаете, кто сидит? Всем привет! Мой сынок с армии приехал на выходные. Дали ему увольнительную. Да, мне дали увольнительную на трое суток. Приехал к маме, соскучился очень. Вот, поэтому как-то так. Приехал на побывку. Очень ждала его. Вернее, ждали все. Вчера ночью приехал. Но завтра утром и езжает. Всего три дня. Конечно же, все соскучились. Немножко он похудел у меня в армии. Да. Вот такие вот у нас дела. Сели здесь возле дома на лавочке посидеть и отдохнуть. Ну и, конечно же, без нашей кошки никуда. И Юлька тоже с нами. Села здесь на лавочку и сидит, отдыхает. А у нас сегодня вот такая погодка. Немножко пасмурно целый день, конечно. Солнышко было, но к вечеру стало немножко пасмурно. И прошел небольшой дождик. А мы сидим здесь под черешней. Под черешней отдыхаем. Кошка снова нализывает нам гостей. Наверное, еще кто-то приедет. Юлька. А, Юлька. Ну, а муж поехал на рыбалку с ночевкой сегодня. А мы ездили с утра по магазинам. Немножко сыну я купила фруктов на дорогу. Покушать. Сладостей набрала. Ну и себе домой кое-что из продуктов взяла. Собака наша гавкает, волнуется. А у нас вот такая погодка. Ветерок, ветерок. И мы отдыхаем. Ну, а я еще раз покажу своего сыночка. Еще ему служить один год и четыре месяца. Два месяца он всего лишь отслужил. Вот так поснимаю. Как тебе служится, сынок? Расскажи. Ну, служится, в принципе, нормально. Да, есть какие-то трудности, какие-то нагрузки. Но я с ними справляюсь, как-никак. Ведь я мужчина. Вот. И... Ну, что сказать по службе? Служба как служба. Все служили. И мне нужно тоже отслужить. Да, нужно как-то отслужить. У нас в Белоруссии служат полтора года. Два месяца уже прошло. И еще осталось сколько? Год и четыре месяца. Не знаю, будут еще увольнительные у него или нет. Должны ему дать еще отпуск на 10 дней. В течение вот этих полутора месяцев. Кошка снова пришла? Полутора года. А, полутора лет. Кошка пришла. Посмотрите, вон какая. О, взяла ее на руку. В общем, вот такие у нас делишки. Сидим. Сидим, разговариваем. О том, о сем. Вот решила с вами поговорить тоже. Поснимать видеоролик. Ну, а у нас снова дожди обещают. Снова дожди обещают на ночь и на завтрашний день. А я жду старшего сына. Старший сын с семьей у меня в Италии. Я уже говорила об этом. Они там отдыхают. А мне нужно подстричься. Заросла. Как вы видите. Прически никакой. Заросла. Надо подстричься. Но сына жду. Сына жду. У нас в городе подстричься негде. Парикмахерской нет. Вон кошку поснимаю сидит. И мы сидим. Солнце было целый день. Жарища. Невыносимая. Но сейчас прохладенько. Ветерок. Солнца нет. Сыночка свою поснимаю. Не знаю, когда я его увижу. Наверное, минимум через год, когда ему дадут отпуск. Будет у него еще отпуск на 10 дней. Не знаю, когда отпустят. Где-то на восьмом месяце. После службы. Ну, типа. Восемь месяца нужно отслужить. Тогда можно взять отпуск. Да. В общем, соскучились. А вон там у него водичка. Фляжки. Вот такую фляжку носит с собой. Водичку наливает. Только. Форма такая. У нас здесь есть бирки. Вот так поснимаю. Вооруженные силы Республики Беларусь. Учебный центр. Он у меня сейчас в учебке находится. Учится на свою профессию. По профессии. Служу Республике Беларусь. Так вот решил стать. Да. Служу Отечеству, сынок. Конечно же. Ой, вот так. Немножко возле дома его поснимаю. Ой. Так. Заберу свою вещь на лавочке. Немножко поснимаю. Пускай походит. Комары-мошки, да? Ой, сынок. Что ты делаешь? Решил походить. Походить. Вспомнит службу, да? Соскучился немножко. По армии уже за два дня. Ой. Никак нет. Вчера приехал поздно ночью. После 12 ночи. Его встречали. Ой, вот такие делишки. Это наш домик, где мы живем. Конечно же, сын тоже соскучился. И по нам, и по родному дому. Вот так. Что еще вам поснимать? Не знаю. Груша у нас вон такая. Немножко груш будет в этом году. Эта груша уже лет 60, наверное. Еще мужа моего на свете не было. Когда родители посадили вот эту грушу. Вот. Черешня. Я показывала. Ягод нет в этом году на черешне. Тучки ходят. Обещаю дождь. Сегодня немножко брызгал. Сыночка поснимаю. Расскажи что-нибудь еще. Ну, что сказать насчет берцев. Берцы. Берцы я ему купила. Как раз подошли на его ногу. Вот такие берцы новые, облегченные. Ему дали разрешение на облегченную обувь по состоянию его здоровья. Так как у него плоскостопие, я уже говорила, первой степени. И очень-очень много мозолей. Да, мозоли это одна из распространенных проблем вообще в армии. Ну, у каждого человека своя нога. Вот. И они, ну, ноги не всегда приспосабливаются к обуви. Ну, конечно. Конечно, очень тяжело. Да, обувь тяжелая. Армейская. Сложно в ней ходить. А вот эту я облегченную купила ему на Балберес. Я вам показывала, снимала видеоролик. Ну, вот такой видеоролик вам хотела снять. Показать своего сыночка. Показать себя вот такую его. Без прически. Никакую. Мне надо сделать прическу, постричься на сынок мой в Италии. А добраться до города я никак не могу. А в городе у нас парикмахерской нет. В общем, решила снять своего сыночка. Приехал в увольнительную. Или в увольнение, как правильно? В увольнение. В увольнение. На побывку домой. Не знаю, что я вам еще снять, о чем рассказать. Посидели, поболтали, отдохнули. И на этом, друзья, я буду заканчивать я свой видеоролик. Спасибо, что посмотрели его до конца. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Я всегда всем очень рада. До новых встреч на моем канале. И всем пока-пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok